Глава МВД Австрии заявила, что балканский путь беженцев должен стать историей. Европа за свой счет высылает всех новоприбывших обратно в Турцию. В обмен европейцы забирают легальных беженцев из сирийских лагерей. Ну а сотни людей сейчас заперты в Македонии и Греции. И что с ними сделают дальше, пока неизвестно. Но сейчас мы смотрим, что происходит на македонской границе. Это Идоменик, греческая страна. Более четырех сотен человек заблокировано там чуть меньше недели. Словения, самая северная из балканских стран, закрыла границы. Просто некуда идти. В соседнем городе Идомени ситуация вообще ужасающая. На территории полутора тысяч человек живет уже 15 тысяч. Ну скажу, что Турция не просто так, как говорится, с Европой о возвращении беженцев решила. Взамен туркам разрешат безвизовый въезд. Говорят, что уже в июне все документы будут готовы. Также Анкара получит от Брюсселя 3 миллиарда евро. Но вот британские эксперты, например, выступили в газете Guardian с обвинением. Говорят, соглашение противоречит конвенции о статусе беженцев. Вот такое вот заявление сделали. Но мы видим, что сейчас происходит в этом городе. Смотрите, весна уже в Европу приходит. Что с дорогами случилось? Грязь кругом. Тут же мусор какой-то. Но вы только представьте, когда ваш дом, это вот такая вот зеленая палатка, и больше ничего. Вот мы видим, как белье сушат. Как-то пытаются приспособиться беженцы, но находятся они в чудовищных условиях. Дело ведь в том, что разместить хотели полторы тысячи человек. Соответственно, и лекарств, и сотрудников, которые могут помочь, врачей. Тоже ограниченное количество, и там боятся, что с 15 тысячами справиться не удастся. Тем более, посмотрите, какие условия у них. Сейчас медики европейские опасаются вспышек различных заболеваний. Боятся, что вот с ними-то точно им не справиться. Тут же они готовят еду, тут же они стирают вещи, пытаются их как-то просушить. Ну и живут вот на таком кулачке метра 3-4 квадратных, не больше.